Сейчас здание ртышского пароходства сильно не выделяется, не привлекает к себе особого внимания. А в далекие военные 40-е годы это было одно из самых памятных и фундаментальных зданий на улице Маркса. Именно здесь располагалась знаменитая Туполевская шарага ЦКБ-29. И именно в Омске под руководством Андрея Туполева проектировали и создавали фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2. Здесь успели собрать около восьми десятков таких пикировщиков. Потом производство приостановили до 1942 года, перешли на истребители. Создателя по одной из оценок лучшего советского бомбардировщика времен Второй мировой, выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева в Омск эвакуировали в 1941 году. Первое время вместе с семьей жил на квартире Анатолия Липедевского, известного летчика, первого героя Советского Союза, руководившего тогда 166-м заводом ныне полет. Вскоре Туполев получил квартиру в доме на Маркса. Работать приходилось по 15 часов в сутки, если не больше. Но несмотря на тяготы, Туполев был человеком легким в быту и находил время на хобби. Например, охотился. Его охота носила такой символический характер. Туполев был охотник, но так по воспоминаниям он больше двух уток, одной-двух не убивал. Для него это было как, ну, в какой-то мере отдых, релакс, да. Ну, а птиц он как бы не особо любил истреблять. Как один человек, который вспоминал его охоту, он говорил, мне казалось, что он их жалел. Любил Туполев и посещает премьеры в Омской драме. Здесь в эти же годы на сцене играли актеры эвакуированного театра Вахтангова. В здании театра в Москве в первые же дни войны попала бомба. Актеров и студентов Щукинского училища переселили в Омск. Позже в мемуарах многие вахтанговцы будут вспоминать гостеприимство сибирских коллег. Столичных артистов поселили в шаге от драмы. А мечи делились нехитрым бытовым скарбом, помогали обустроиться. Поделили сцену. Все четыре дня в неделю играли вахтанговцы, три выступала омская труппа. Давали до четырех спектаклей в день с 10 утра до 2 часов ночи, чтобы рабочие всех заводов могли посменно успеть на любимую постановку. Свой омский сезон вахтанговцы начали с шекспировской комедии «Много шума из ничего». Затем репертуар пополнились Ронанда Бержерак и фельдмаршал Кутузов. Сборы от спектаклей нередко шли на нужду фронта. В театр приходили, естественно, омичи, приходили с большим удовольствием, поскольку это было здесь тепло, светло, празднично. Это был такой праздник для омского военного времени. Была такая интересная история, шли одинаковые названия. У москвичей фельдмаршал Кутузов был спектакль, и у нашей труппы омской тоже такой же спектакль. И омские зрители приходили на разные спектакли, сравнивали. Кто-то был патриотичный, говорил, что наши играет омский артист, играет лучше. Уже после отъезда вахтанговцев, но вдохновленный ими, свои первые шаги на сцену омской драмы сделает наш знаменитый земляк Михаил Ульянов. А позже поступит в Щукинское училище и свяжет жизнь с театром Вахтангова. А вот эвакуированный в Сибирь Герберт Гензе Омск не покинул. Прожил здесь до 93 лет. Вместе с другими переселенными немцами, определенных в труд армию, Гензе сначала заставляли рыть котлован. Затем поручили руководить сельхозработами в Называевском районе. Уже после войны трудился агрономом и даже выйдя на пенсию, агрономировать к сибирским условиям все новые деревья, кустарники и культуры. Гензеологический сад и вообще выращивание деревьев – это же вековое дело. Я вот сейчас не знаю, кому передать это наследство, потому что оно создано в течение 50 лет. Омский Дандросад сейчас носит имя Герберта Гензе и является охраняемой территорией. Таков наш долг потомков – помнить и сохранять то, что для нас создали и спасли. Елена Смирнова, Павел Манджус, 12 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова